лена 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 открывайся лена я люблю тебя открывайся лена я люблю тебя открывайся леночка ну и только начал заканчивать и тут лена сидит приход придется посидеть еще немного потому что я хочу найти лену но это не откроется ребят я знаю нет звука ее не показывает но это лена сто процентов да смотрите онтарио это канада это лена это лена лена надо может сидеть с моржом не хочу про лену есть карцева или чем косичек настроение филиппин видно да я ненадолго община на три минуты просто отчеты на мой стрим зашла соскучилась тоже как я по тебе да нет просто между уроками перерыв а то на медицинском учишься да не я уже все умерла кстати а умерла что случилось с ней все больше нету лена медсестры теперь есть скоро будет лена президент ну это тоже будет будет прекрасно слушай мне вот в чате писали что тебе много сколько тебе лет кстати много сколько дадите такое есть него 24 ты старше меня да ты выглядишь на 20 я думал ты студент какая-то да о чем обсудим с тобой что что ты хочешь разговаривать наверное меня теперь будет очень редко в чатру детки мне начались занятия и сейчас я только вот через час дня уже будет новое притворяется с патриотом так сейчас секундочку подожди на на ты можно а я просто привыкла всем на вы ну ладно мы с тобой уже столько времени встречаемся что я уже ты притворяешься патриотом а на самом деле я сказал что ты хотел в канаду поступать учиться и мечтал даже я желал английский язык хотел сдать той full и поехать либо в канаду либо куда-нибудь еще она уже такая плохая она поддерживает украину политика и а это политика есть еще страна очень красивая котором очень много красивых городов до к наркоманы но там тоже красивая природа понимаешь я по я не про политику говорил когда говорил про канаду я говорил про обычную страну но ты же не тогда бы ты как турист поехала не учиться не пойти учиться изучить английский историю канады изучить это интересно берут намного намного больше денег с интернациональных студентов берут намного намного больше денег чтобы это поступает в правительство и из-за этого учатся вот и то есть ты будешь платить деньги буквально в очень большие а в несколько раз дороже чем канадцы в править в ну в правительстве я я уже понял что я не буду никому ничего платить я уже здесь обучаюсь магистратуры я уже знаю примерно какая там жизнь я точно знаю что я там не смогу смотри ты сама вот приехал вам тяжело было найти квартиру вот как раз таки нам помогла очень украинская диаспора открыли нам счет нашли квартиру нам и и после этого я вот поэтому отчасти тоже не могу во первых украина права а во вторых это даже не благодарна жителям здесь вот говорить всякой херни в украине в чем она права ну потому что на нее напали она защищается если бы я была и жительница украины то я бы еще я еще поражаюсь как и ненормально к вам относятся ты кстати читала книжку бигнева бжезинского великая шахматная доска что сбигнева бжезинского великая шахматная доска слышала про нее на 5 эти теории заговоров свои книжки кстати писал что если соединенные штаты америки начнут расширять нато и пойдут на украину то россия скорее всего начнет воевать на территории европы он не говорил на территории украины он сказал на территории европы писал так сказать не хочу принцип делать они хотят жить нормально европейской стране я очень жалко украинцев которые теряют своих близких которые из-за этого это за этой войны уезжают куда-нибудь других местах это очень печально что происходит с народом но власть там совершенно недоговороспособная в общем ориентированные уже они выбрали свой путь и последствия вот этой пути правильно путь выбрали правильный путь выбрали правильно или неправильно не мне с тобой украины я бы хотела быть евросоюзе что это вот представьте вы сами хотели уехать учиться в сша или в канаду а у них выбор в евросоюзе там с германией данией там быть против евросоюза ничего не имеет россия говорить что украина если хотите быть верой союзе да пожалуйста идите вступаете куда хотите но в нато входить не надо россия так и предупреждала очень много раз украина не слушается ну чтобы от россии от городица а зачем от россии от городица если более сотни более лет более 200 и 300 лет между россией украины она была в одной стране даже на более около тысячи лет если украина не будет в нато то она будет марионеткой россии в военном смысле потому что она будет защитно а кому нужна марионетка просим легче быть марионетка меряки нежели баре нет караси тогда допускай даже америке в евросоюзе никому не нужно марионетка почему ты говоришь что америкой марионетка америке быть лучше чем марионетка россии в какая разница северная и южная корея западная и востоке на германии одни были под америка а другие под рашки правоприемница советского союза и вот смотрите что получилось ну почему ты не рассматриваешь вьетнам и что там в ираке в ираке тоже были такие же войны как в корее ирак был оккупирован американцами и создана была база американская и джош буш младший говорил о том что мы уйдем только тогда когда будем украине предлагают реально стать членом евросоюза и партнером понимаешь ты ты привела пример корею где там америка была южная до в северный советский союз теперь смотри как они живут ну ираке тоже американцы были и джордж буш говорил какие дешевые подгоняния и говорю пример корее он больше он ближе намного к тому что происходит на украине какой-то иран куда зашли американские войска и украина это совсем разные народы украине предлагаю стать членом евросоюза в нее не вводятся американские войска ираку никто не предлагал стать членом евросоюза и туда просто вели войска чтобы уничтожить его проблемы вступают пускай евросоюз россии ничего не говорит против евросоюза россия даже хочешь чтобы украина хотела быть она не дает украине немножко не так она не дает ей вступить в нато а евросоюз пускай вступают никто никому не нужна марионетка россии это будет страна а почему марионетка россии нейтральный статус это марионетка любая страна должна иметь право в которой в евросоюз должна иметь право вступить в нато иначе это будет она будет зависимая буквально россия при любой знал что случилось я с тобой согласен что любая страна имеет право делать все что она хочет 0 в стране которые не от внешнего влияния совершать госпереворот убирать президенты ставить своего преемника это тоже неправильно ты же слышала телефонный разговор госсекретаря сша и министра кода там министра америки в украине где они обсуждали кто будет занимать поставленные должности и там и говорится что и кличку занимать хорошим идет ну да подойдет смысле будет нашим марионеткой они устанавливают демократию потом если бы этот чувак потом выборы и выбирают другого уже сами уже сами сначала им стали такого который не который не будет претендовать на диктаторство а потом берут и выбирать после четырех лет сами своего нового давай давай вот уроку больше в россии диктаторство конечно конечно они авторитаризм да уже диктат уже перешла к военной диктатуре практически это законы вот эти вот законы последние которые приняли уже классифицируют россию как военный смотри до против своего президента быть это преступление или нет вот именно что в россии закон законодательство арестовать за того что он не против конечно же не скажут мир из том потому что против президента но все законы сделаны акт что именно арестовывать и ты против смотри и знаешь что я не поддерживал путин я считаю что путин уже достаточно стал был президентом ему пора уйти я считаю что надо сделать президентом мишустин вот меня могут за эти слова посадить если вы начнете демонстрацию какую-то в этом демонстрация поняли демонстрация действительно почему понятно почему в свое мнение свое мнение навязываешь другому человеку нет демонстрация а то есть у вас вообще в россии запрещены любые демонстрации культурные связаны со многими демонстрация не запрещено какие-то мнения можно навязывать какие-то мнения нельзя навязывать какие-то мнения ну ей конечно есть какое-то мнение которое может тебе в во вред у нас же озвучивать мнение публично что другой президент нужен в демократии якобы в россии этого вред такая вот демократия что там нельзя что такое демократия то выборы до выбора большинства над меньшинством или власть большинства над меньшинством у нас такое есть у нас большинство людей проголосовали что путин и стал президентом демократии ты еще и свобода собраний а если увидеть потому что у нас собранник где запрещено собираться убивать людей запутывать людей потом говорит что путь у нас полностью разрешены собрания можно собраться куда-то пойти устроить исторически собраться не не знаю там можно много чего делать у нас не запрещено собраться и куда-то пойти захотел собрался не захотел собрался юридические термины есть свобода собрания это конкретно есть юридические термины которые это не куда-то собраться и пойти с другом есть юридические термины и свобода а высказывание свое мнение это именно что ты можешь высказывать свое мнение в россии есть но показывать навязывать другим людям запрещено потому что дайте мне юридическое определение навязывания своего мнения это что смотри у меня есть какое-то определенное мнение и я выхожу на улицу и начинаю навязывать свою мысль каким-то непонятным людям вот это уже во вмешательство в частную жизнь каких-то людей вообще вообще никакая частная это публичное пространство но навязывать людям свое мнение нет куда ты ушла